Всегда стараюсь посещать тренинги для тренеров, несмотря на то, что я уже довольно давно работаю, давно работаю с некоммерческими организациями и провожу тренинги. Когда работаешь в поле, твой инструментарий, ну как сказать, ты постоянно используешь какие-то одни и те же плюс-минус хороший такой привычный набор инструментов, пользуешься, что-то уже такое становится заезженным, что-то становится привычным, ты устаешь, глаз замыливается. А для того, чтобы быть интересным и полезным своей публике, своим клиентам, некоммерческим организациям, чтобы быть конкурентоспособным, конечно, нужно постоянно обновлять свой инструментарий. Но вот у меня очень конкретная задача была, две задачи у меня были для этого тренинга. Первая – это такая эмоциональная подзарядка. И тут мощнейшая эмоциональная подзарядка. То есть мы сегодня говорили про эмоциональную динамику в тренинге, но и она обычно рисуется, как вот плавно поднимаются эмоции, выходят на пик. Вот у нас на таких тренингах, где много знакомых, где много коллег, она просто сразу же вверх идет, эта эмоциональная составляющая. У нас прекрасные тренеры, они настолько харизматичные, они опытные, они умные, безусловно, они очень щедрые, они отдают прям полными горстями. И вторая задача очень конкретная. Я проводила тренинги для тренеров довольно давно уже, ну вот давно не проводила. Но есть такая некоторая растерянность, да, это же надо сесть, заставить себя приготовить эту программу. А тут такое вдохновление, во-первых, готовые вдохновения, готовые инструменты, какие-то готовые вещи, которые можно сразу пустить в дело. То есть ты берешь и используешь сразу же.